Тема урока. Понятие о сложном предложении как единица синтаксиса. Как нам известно, синтаксис – это раздел науки о языке, который изучает словосочетания и предложения. Синтаксис тесно связан с другой лингвистической наукой – пунктуацией, изучающей знаки препинания, их назначение и правильную постановку в предложении. Синтаксическими единицами считаются предложение и словосочетание. При этом предложение является главной единицей синтаксиса, а словосочетание – вспомогательной. Словосочетание представляет собой соединение двух или более знаменательных слов, связанных друг с другом как по смыслу, так и грамматически. Словосочетание состоит из главного и зависимого слов. Например, «морозное утро», «висеть над городом», «неслышно приземлиться». Из слов и словосочетаний образуются предложения. Предложение представляет собой грамматически организованное сочетание слов, в которых заключается сообщение, вопрос или побуждение. Предложение выступает как отдельное высказывание, характеризуется интонационной и смысловой законченностью и имеет грамматическую основу, состоящую из главных членов, подлежащего и сказуемого, или одного из них. Например, «над садом светила полная луна». Помимо главных членов в предложении могут быть и второстепенные дополнения, определения, обстоятельства. По наличию или отсутствию второстепенных членов предложения являются распространенными «поля и луга исчезали во мгле ночи» и «нераспространенными» туман тает. В современном синтаксисе используется следующая классификация предложений. По цели высказывания предложения делятся на повествовательные, сообщают о каком-либо событии. Например, «наступили ясные и погожие дни». Побудительные побуждают к действию, содержат просьбу или приказ, такие как «давайте говорить друг другу комплименты» и «вопросительные», которые содержат вопрос. Например, «что же ты, Иванушка, не весел?». По характеру грамматической основы предложения бывают односоставные, когда из главных членов в наличии либо только состав подлежащего, либо только состав сказуемого. Например, «на улице морозно» и двусоставные. В наличии есть состав и подлежащего, и сказуемого. От сильного ветра колосья клонятся к земле. По наличию или отсутствию всех необходимых для понимания членов предложения являются полными. Например, «в небе загорелась яркая звездочка» и неполными. «В небе загорелась яркая звездочка», «за ней другая». Кроме того, в современном синтаксисе различают два основных структурных типа предложения – простое и сложное. Сложное предложение можно представить как сочетание нескольких простых предложений, двух или более, в котором каждая из частей не обладает всеми свойствами простого предложения. В частности, они не имеют смысловой и интонационной законченности, а интонация конца предложения присуща только сложному предложению в целом. Все составляющие части сложного предложения образуют в совокупности смысловое, грамматическое и интонационное единство, которое на письме оформляется знаками завершения в конце предложения. Сложные предложения имеют две или более грамматические основы. Весьма разнообразны и смысловые отношения между частями сложного. Например, налетает ветер, и через минуту-другую все скрывается в темноте. В этом примере вторая часть сложного предложения добавляет значение следствия к содержанию первой части. Схема предложения. Части сложного предложения связываются между собой посредством интонации или союзов, а разделяются на письме знаками припинания, запятой, точкой с запятой, двоеточием или тире. Например, в комнате зажгли свечи, когда стемнело. Простые предложения в составе сложного связаны посредством интонации и союза когда, разделяются запятой. Схема предложения. В зависимости от средств связи простых предложений в составе сложного, они делятся на союзные и бессоюзные, а союзные, в свою очередь, на сложносочиненные и сложноподчиненные. Например, небо насупилось, и под веселые раскаты грома зашумел дождь. Союзное сложносочиненное предложение. Схема предложения. Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Бессоюзное сложное предложение. Схема предложения. Можно сделать вывод, что любое сложное предложение не является механической суммой двух или более простых предложений, так как возникает дополнительная информация, которая намного богаче той, что передается с помощью простых предложений. Благодаря использованию сложных предложений наша речь становится разностороннее, полнее и выразительнее.